Торт-открытка и трайфлы. Эти сладкие подарки уже завтра отправятся к своим получателям. Всю неделю перед праздником знаний кондитеры работали в усиленном режиме. Заказы самые разные – от карамельных леденцов до ПП-десертов. Тенденция на здоровые сладости все больше набирает обороты. Теперь пятикилограммовые торты уступили дорогу миниатюрным пирожным. В этом году совершенно новая тенденция – это на маленькие тортики в виде открыток небольшие. Они идут по полкилограмма. Если, допустим, в прошлом году прям бум был на пряники расписные, то в этом году такого бума нету. Как-то отошли от этого и перешли, наверное, на более здоровые десерты, потому что заказывают в стаканчиках трайфлы, чтобы было минимум красителей, все натуральное, сливочки, крем. Однако классика неизменна. Один из самых популярных подарков на 1 сентября – букет цветов. С ним из года в год родители провожают в школу своих первоклашек. А вот мода на цветочные композиции успела подстроиться под современные реалии. Такие воздушные букеты снежной гортензии по центру чаще всего выбирают девочки. Композиции ярче, по душе мальчикам. А на смену пышным букетам из астр пришли вот такие минималистичные корзинки с цветной гипсофилой. Как отмечают флористы, чаще всего выбирают букеты от полутора до двух с половиной тысяч рублей. Цветочные магазины, которые принимают отложенные заказы, в преддверии праздника работают, что называется, от зари до зари. Розничным магазинам проще. Наплыв клиентов ожидается непосредственно 1 сентября за пару часов до торжественной линейки. Раньше брали цветов больше, чем сейчас. Исходя из моего опыта, я работаю уже 12 лет. Раньше у нас не было времени, чтобы присесть, чай попить. То есть, постоянно работа, работа, работа. Это начиналось с 31 часа с утра и заканчивалось с 1 в обед. Дарить цветы или сладости – выбор каждый делает сам. Часто это решение обусловлено современными трендами или ритмом жизни. Неизменным остаётся лишь одно правило – подарок должен быть от всего сердца. Александра Никитина, Юрий Ломатов, Даниил Сурков. Управда ТВ.